Приветствую вас, аноним, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Начнём, пожалуй, с того, что если между вами длительный промежуток времени не возникает ссор между вами и вашим мужем, я имею ввиду, то вполне вероятно, что просто пришло время, вот, и пришло время отреагировать. Некоторые переживания, да, вот, пришло время заявить о себе, пришло время рассказать немножко о своих чувствах, вот. Пришло время, что называется, вывести отношения на новый уровень, потому что через конфликты, через ссоры, отношения всегда выходят на новый уровень. Вот. Ну, понятно, что это можно сделать без ссоры, но вот ссоры, если она нечасто, да, если она, точнее, ссоры нечасто, то, как бы, вполне реально вывести отношения на новый уровень, вот. Хотя, безусловно, и не всегда это возможно, и понятно, что там есть всегда определённые нюансы, вот, свои и всё такое. То есть, это всё само собой, как бы, разумеется. Поэтому, самая вероятность, что данная ситуация была, как бы, спровоцирована, к какой-то степени. Специально, чтобы, вот, выявить о себе, чтобы выявить о том, что что-то поменялось, что-то изменилось, ну, это, в принципе, правда. То есть, объективно, люди меняются на протяжении времени, вот. И то, что ваш муж мог измениться, то, что, вот, вы говорите, что он, вот, никогда раньше, вот, там, не хотел, а сейчас вдруг заинтересовался, вот. Это, я боюсь, что, очень похоже на игнорирование каких-то изменений человека, да, то есть, в своей вероятности, что раньше не хотел, сейчас захотел. Я говорю, что это, вот, ваша такая, в какой-то степени склонность всё контролировать, вот, и отрицание факта того, что муж может развиваться, вот, что он может меняться, что... Человек это не статичная какая-то вот история, что человек это всё-таки динамическая система, больше. Вот, и, на месте, как бы, да, она не стоит, ну, я имею ввиду, динамическая система. Дальше, вот, что смущает, то, что вы говорите про правоту, то есть, вот, то, что вы говорите про свою правоту и про правоту мужа, несколько это смущает, потому что правых и виноватых, да, в принципе, нет, то есть, как бы, есть своя, так сказать, точка зрения, да, есть своя позиция, вот. У людей есть своя позиция, и у вас позиция, вот, такая, и у этой позиции есть свои как плюсы, так и минусы, в принципе, вот. Вот, ну, важно понимать, важно обмывать себя отчётком, в том, что... О-о-о, понятно, жаль, что позиция вашего мужа является, ну, плохой, более худшей, чем вашей. Вот, следующий момент, и это ключевой момент, что если вы хотите ссору разрешить, то без признания правоты мужа, да, без признания, ну, без признания того, что мужа в чём-то, может быть, прав, не получится, вот. То есть, это вот, наверное, не нужно понимать эту историю, вот. Что если вы хотите ситуацию разрешить, да, если вы хотите как-то вот конфликт, данный конфликт разрулить, как вы говорите, вот. То без признания правоты мужа не получится, к сожалению. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду. Вот, значит, дальше следующее, на что хочется обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что своего мужа не отпустите. Ну, как бы, что значит, не отпустите, он не ваш ребёнок, чтобы его не отпускать вам. И для меня несколько странно звучит, что вы можете кого-то не отпустить куда-то. Вот. То есть, ну, муж вам не принадлений, как бы, да? Вот, я надеюсь, что с этим вы спорить не будете. А вот, то есть, это какая-то такая вот идёт у вас, на мой взгляд, ну, собственническая позиция по отношению к мужу. Вот. И что самое главное, это недоверие. Недоверие. Недоверие мужу. Вот. Недоверие, может быть, даже, недоверие себе, потому что вы, ну, вот, в какой-то степени вы же не уверены в, именно, именно в себе. Вот, вы не уверены, получается. Вот. И это, на самом деле, очень серьезно, что вы не уверены в себе, вы не уверены в том, что муж, ну, будет вам, получается, уверен, что, вот, вы не уверены в этом. И на самом деле, на мой взгляд, это достаточно такая вот серьезная проблематика, как мне, ну, как мне видится, да, как мне представляется, как мне кажется, вот, что вы, получается, в какой-то степени перекладываете. Перекладываете ответственность за свои, вот, за свою стревожность, свою стревогу, да, на мужа. Вот. За свою ревность, за свою неуверенность в себе, страх, что он может изменить. То есть, по сути, это страх. Это страх, что человек может вам изменить. И, на мой взгляд, это все-таки чисто ваша такая вот проблема, как мне думается, это не проблема вашего мужа. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, вы здесь, конечно, ну, в какой-то степени противоречите, наверное, сами себе. Потому что вы хотите и сохранить свою позицию, вы не хотите от своей позиции отказываться, но и в то же время вы здесь не желая уступать, да, не желая уступать. Вы хотите, чтобы ситуация разрешилась, но для этого муж, получается, должен пойти ванны по пятну. Вот. Ну, это односторонняя история. И, к сожалению, гармоничных отношений через такой момент добиться не получится. Вот. Можно попытаться договориться, можно попытаться прийти к определенному компромиссу. Вот. Можно вам, к примеру, взять ответственность за вот то, что, ну, за то, что вы чувствуете, например, да. То есть, можно взять ответственность за свои проживания. Вот. Можно посмотреть на то, почему мужу захотелось вот так вот поехать, да, то есть, как-то более гуманно по отношению к человеку все-таки поступить. Вот. Ну, конечно, при условии, если вы этого только хотите. Вот. Поэтому тут момент такой. Далеко не... Ну. Неоднозначный. Дальше. Ага. Значит. Ну, здесь, может быть, связано с тем, что вы переживаете углубленные решения по поводу возраста своего. А еще очень важный момент, что если муж не брат, а вы решаете, вот, ну, помириться первой, то получается, что вы наступаете себе на горло. Вот. И, опять же, ничего хорошего в этом нет, ничего хорошего в этом нет и, в принципе, быть не может. Вот. Поэтому тот факт, что вы, например, готовы принять себя, тоже говорить не совсем в вашу пользу. Да? Вот. А говорить скорее, ну, с одной стороны того, что вы вот можете некие проявления своих чувств, допустим, некие проявления своих чувств, своих переживаний игнорировать. Вот. И если это возможно для вас, то, ну, если это возможно для вас, то возможно и для мужа тоже. То есть, если вы это делаете по отношению к себе, то вы тоже самое, в принципе, будете делать там, да, и по отношению к своему мужу, к сожалению. Вот. Поэтому очень важно, очень, очень важно, чтобы вы вот данный элемент проработали, чтобы вы в данном моменте разобрались именно в себе, в своей позиции. Ну, и, конечно, то, что касается конфликтов, да, то, что касается ссоры, то здесь ситуация такова, что это психологический скандал, когда люди начинают стихотиться близости, вот, вполне вероятно, что, ну, вот, именно в вашем случае, именно в вашем случае. Вполне вероятно, что проблематика заключается в личном пространстве, что человеку не хватает личного пространства. Вот. Как я думаю. Думаю. И, в этом смысле, на мой взгляд, это довольно тревожная история, потому что личное пространство очень важное. Вполне вероятно, что муж ваш действительно вот в какой-то степени тяготится тем, что, ну, тем, что у него нет ничего своего, вот, и его это напрягает. Так или иначе, у вашей истории, у вашей проблемы есть определённая такая, такая, что называется, предыстория, да, то есть, это вот не так. Такие ссоры не происходят просто, вот, вдруг, да, у этого есть всегда какие-то, ну, звоночки. Вот, и вы могли просто эти звоночки не увидеть, вот, не потому что вы какая-то не такая, не потому что с вами что-то не так, а просто потому что вы могли, ну, вот, банально, привыкнуть, просто, вот просто банально привыкнуть к определённым моделям поведения и вас всё устраивает, а муж, он, просто, вот, немножко другой человек и у вас что-то менял. Вот, значит, поэтому здесь, ну, в первую очередь, наверное, работать с вашей тревожностью, да, вот, вот, то, что вы возмутились. То есть, вы именно, вы не подумали об интересах мужа, а именно восприняли это как обиду, возможно, чем-то не удовлетворены и вы. Это первое, второе, это работал всё же с правотой в какой-то степени, да, вот. То есть, ну, ну, то есть, вот, именно, именно, ну, именно, вот, понимание правоты и восприятие её, то есть, если вы, на мой взгляд, очень, ну, категорично, скажем так, категоричность вам не помогает решать проблему, потому что вот эта вот история про то, что, ну, есть те, кто прав, есть те, кто не прав, Возможно. Потому что эта история, на мой взгляд, на, эээ, ну, топиковая эту версию, эээ, вот, она, эээ... Эта версия, эээ, немножечко, аээ, немножечко, эээ... деструктив. Вот, по сути своей. Поэтому наша задача с вами, ну, как-то вот эту ситуацию разрешить, да, наша задача с вами помочь вам более гибкий стат. Ну и, наверное, все-таки ваше отношение нуждается в каком-то обновлении, ваше отношение нуждается в каком-то стимулировании дополнительно. В этом ничего такого прям плохого нет. Вот, это абсолютно нормально. Вот. Важно относиться к этому адекватно. Важно относиться к этому спокойно, вот, без какого-то, ну, например, излишнего негатива, да, то есть это как вот с возрастом. Если вы свой возраст понимаете, все хорошо, а если нет, то такая проблема. Вот. Ну и, конечно, родительская позиция, который мой коллега говорил. Это тоже очень важно, потому что вы действительно заняли родительскую позицию, позицию плюс упомянули немножечко про возраст, что как бы точно на это намекает. Вот. И имеет смысл, научиться бесконфликтному общению. Вот. Имеет смысл научиться выражать свою позицию не конфликтуя. Имеет смысл этому точно обучиться, безусловно. Вот. Потому что без этого, ну, ситуация будет несколько усугубляться. Вот. Такая вот история. Такой я могу дать вам ответ. Просто хочу немножечко пояснить. Я стараюсь, естественно, с переменным успехом, но стараюсь смотреть на вещи, скажем так, здраво. И я прекрасно понимаю, что вы, вы человек, как бы, живущий не впервые, да, и я понимаю, что, возможно, у вас есть своя какая-то позиция, у вас есть своя точка зрения. Вот. Но здесь момент такой, что ваша позиция, например, относительно того, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, а деструктивна. И либо вы признаете, что ваша позиция не совсем верна, и тогда у вас появляется шанс что-то исправить. Либо вы продолжаете настаивать на том, что с вашей позиции все в порядке, так когда есть риск, что сможем, сможем, ваши отношения продолжить ухудшаться. Вот и все. Нам, в принципе, по большому счету, не важно вас переубедить. Но так, чтобы и на своей позиции остаться, и, значит, помириться просто, потому что вам, вы не хотите затягивать конфликт. Это, на мой взгляд, позиция нереалистичная, вот, и достаточно дерзкая, я бы сказал. Вот. Простите, если вам это неприятно. Вот. То есть, вот вы пишите, я считаю, что, может, не прав, не хочу, за тебя голосовал. Почему? Я не считаю, что со мной нельзя расслабиться. Ну так, а кто это решает, что с вами нельзя расслабиться. Муж или вы? Вам-то с собой, я полагаю, хорошо. Именно вам. А речь-то идет, не правило, про мужа. То есть, то есть, получается, что мужу нельзя хотеть расслабиться только потому, что вы считаете, что с вами расслабиться можно. Это достаточно эгоцентричная позиция, которая, опять же, в какой-то степени, в какой-то степени, оставляет за бортом то, что чувствует ваш муж. Знаете? Вот. Поэтому я думаю, что такая вот позиция, она ни к чему хорошему не приведет. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вы можете считать своей позиции верной, но в таком случае есть ответственность. И ответственность заключается в том числе вот в такой реакции вашего мужа. Вот. Что, на мой взгляд, вполне нормально. Вот. Если, повторюсь, вы не будете как-то вот, значит, с пониманием относиться к чувствам мужа, если вы с пониманием не будете относиться к его желаниям, к желаниям мужа, вот, то ситуация разрешаться не будет. Потому что это просто, ну, это просто невозможно. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезным. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...